Особое мнение на 101FM Мы, конечно же, их зададим И напоминаю, что на сайте Хакирова.ру сегодня вечером появится Аудиозапись нашей беседы с Владимиром Журавлёвым И видеозапись тоже Пожалуйста, заходите, пользуйтесь, смотрите Если вдруг чего-то не расслышали Или не успели дослушать, куда-то убежали Ну, я бы с Владимиром Вениаминовичем Начала всё-таки с Городской думы Потому что на этой неделе будет очередное заседание В среду А предыдущие полторы недели, если не две Шли заседания различных комиссий Гордумовских И на одной из них на прошлой неделе, насколько я помню Должен был быть презентован Рейтинг управляющих компаний Или технология создания этого рейтинга Это то, о чём с марта месяца депутаты говорят Но пока я так понимаю, что критерии Никакие не прописаны Предысторию вопроса напомню Есть рейтинг управляющих компаний Его можно посмотреть на сайте общественной палаты Но там критерии таковы, что Далеко не все жители понимают Почему эта компания хорошая, а эта плохая Предлагалось сделать рейтинг такой более Понятный что ли С более понятными требованиями От жителей, потому что жители от управляющих компаний Хотят одного Поставщики ресурсов другого Вот здесь, чтобы жителям могли выбирать Действительно лучшие компании Что там с рейтингом? С рейтингом, да Действительно, депутаты давали задания Ну, был Леонтьев Сергей Иванович Департамент городского хозяйства Да, но я хочу сказать, что всегда депутаты Если брать структуру власти, администрации Мы даём поручение главе администрации Сити-менеджера Шульгину Леонидовичу Уж он обязан Если мы ему дали рекомендации Один он не может Ну, подождите Погодите, стоп Как не может? Нет, ну он не может один за всех своих сотрудников отвечать Нет? Слушайте, он руководитель, конечно Всё понятно Вот, понимаете Был бы другой руководитель, всё бы смог У Леонидовича проблема С теорией, с практикой управления города Ему не хватает компетенции Поэтому он и не может Он любое слово, вылетевшее от депутатов Тем более выраженное протокольно И как задание Ну, он должен давать поручение Подождите, давайте мы от Шульгина отвлечёмся Всё-таки к рейтингу перейдём Я верно понимаю, что вот в этом рейтинге Должны быть прописаны какие-то прозрачные критерии Требования к управляющим компаниям Которые управляющая компания либо соблюдает, либо не соблюдает Должен быть список из этих управляющих компаний Их у нас в городе, извините, очень много Да, несколько десятков их у нас Вот, чтобы люди, которых не устраивает Прежде всего, чтобы люди, которых не устраивает Своя управляющая компания Заходили в этот рейтинг, смотрели и понимали На кого они могут её поменять Ну, я согласен с этим Давайте вот тоже возьмём теорию Вот сегодня проблема и хаос во многих вопросах Он связан с тем, что мы не используем Такую науку, как теория государства и права И по ней прописано всё законодательство Кто отвечает, за что отвечает и так далее И в моём понимании И у законодателя Глава администрации отвечает за всё Вы опять на Шульгина А я про рейтинг Слушайте, ну вот просто Рейтинг он же должен создать Потому что только у исполнительной власти Есть все точные критерии Их нет у депутатов Потому что для нас это общественная работа Мы собираемся там несколько раз в месяц На пленарное заседание У всех есть основная работа У него есть целый департамент Городского и жилищного хозяйства Который обладает этой информацией Может собирать и создавать рейтинги Что говорят Ну то есть работа-то ведётся над этим вопросом Или забыли про него Да я думаю, что забыли Понимаете Потому что в марте Почему это было в марте важно Потому что в марте А. Были неубранные дворы В течение зимы жалобы на неубранные дворы В том числе А это зона ответственности управляющих компаний У нас были и неубранные улицы И были Ну улицы это там другая совершенно уже организация Здесь почему об управляющих компаниях Следствие управления одно и то же И плюс крыши, с которых снег валился Вот, тогда это был острый вопрос Тогда его подняли Сейчас забыли про него что ли? Аня, вот смотрите У нас есть исполнительная власть Она для этого и называется Исполнительная власть Она исполняет Есть депутаты Которые есть в выборной должности Которые нас выбрали граждане Для того, чтобы мы контролировали И пинали, если хотите Исполнительную власть Выполняли роль прапорщика в армии Вы вопрос-то задавали про рейтинг? Да, конечно, задавали Мало того, мы давали поручения Но как и всё, что мы даём поручения У нас выполняется примерно 10% не больше КПД низкий КПД вообще нижайший И в этом и есть проблема Я-то вижу Я как преподаватель управления Притом вот несколько лет Очень долго преподавал это И есть же теория Я ничего не придумываю Есть, их четыре всего пункта Они выполняются Первое, это идея, раз Второе, это создание планов Который, если мы план говорим Мы назначаем ответственного И говорим, если это нужны деньги Значит, откуда берём деньги? Мало того Контроль И потом четыре Когда эта программа сделана Выводы И подведение итогов И переходим К следующему плану Потому что процесс Бывод жизни Не Такой он Ну Неостанавливаемый, да Вещь А у нас этого ничего нет У нас есть обещание Ли Вячеславовича Да, мы делаем Мы работаем Улицы не убираются Нет, мы работаем Есть проблемы С управляющими компанией Нет, мы работаем А на словах Когда мы говорим конкретики Конкретики нет Подождите Вот вопрос с рейтингом Должен был вынесен Быть на одну из комиссий Я так понимаю Что это комиссия По ЖКХ и транспорту Гордумы Вот она буквально На прошлой неделе Как раз состоял Был там этот вопрос Или не было? Нет, по рейтингу Не выносили Но мы В марте протокольном Мы давали поручение Задание сделать нам Предложение Так Потому что мы Как депутаты Должны утвердить То, что они предложат Я с этим согласен Предложений нет Вы спросили Почему их нет? Слушайте, как про все остальное Мы столько даем поручений Нет Ну, пока не получается Но мы работаем Понятно В общем, к следующей весне Может быть появится рейтинг Да нет, я думаю Что мы скорее всего Поменяем Или вы дожмете Нет, мы дожмем Чтобы поменять Главу администрации Скорее всего Это уже очень кардинальное решение Слушайте, ну Слушайте, сколько у нас было Главу администрации Владимир Дениаминович А рейтинга как не было Так и нет Я согласен Мы будем менять до тех пор Главу администрации Если еще будем принимать Мы спросим Рейтинг по управляющим компаниям Даши Он скажет Да, скорее всего Мы тогда попробуем Выбрать этого человека Нужен конкурс Понимаете Без этого никак А тогда, когда мне понятно Кого назначают Вот мы не знаем Мне все-таки кажется Что ради создания рейтинга Управляющей компании Менять главу администрации Это забивать гвозди микроскопом Погодите Нет Из-за одного этого вопроса нет А если есть более существенные причины А это является микроскопическим вопросом Чего мы ожидаем Если мы не можем решить вопросов там Ну по другим Очень важным Это и вот концессия Которую на 35 лет Вы знаете Только что Вот мы заключили Да Слушайте Всем разумным управленцам Экономистам Понятно Президент говорит Представитель правительства Что нельзя Дольше чем на 10 лет Длиннее чем на 10 лет Мало того ПАО ТПлюс Кстати Нам предложили Именно инвестиции Когда они будут вкладывать Это 10 лет Притом четко Вложили Получили Вложили Получили И на 10 лет Не больше Когда мы спросили Вот я Береснев Сергея Александровича А почему на 10 А на 15 На 20 Вы же на 35 просите Он говорит Ну на 35 мы может даже не просим А это инициатива Ильи Вячеславовича Который посчитал математическим Сколько сегодняшней технологий И сегодняшние цены Позволяет ему сделать И растянул 35 лет Простым математическим способом Но тут же нужно моделировать Технологии меняются Мало того Я сделаю Вот такое предположение Что в ближайшие 10 лет Город Киров в том числе Может быть не на 100% Но максимально У нас газовая страна Перейдет на газовые котельные И в той системе Отопление горячая вода Как через ТЭЦ Она нам будет не нужна А там у нас вся проблема Перекладка магистральных Это очень дорого Закапываем под асфальт Прокладываем это Это очень дорого И вот это как раз Не будет необходимо Поэтому я считаю Что вот эти в 35 лет Которые нас в блуд Вот в этот вели Это кабала Да слушайте Ну все документы переписываются Владимир Вячеславович Ну будет Будет газовое отопление Все что надо перепишут Вот и все Стоп А где же компетенция И где же здравый смысл Когда ты заключаешь на 35 А если не будет газового отопления Слушайте Но он считает Что решил вопрос Подписал документ Как он имел право Когда у него полномочия Вот он 3 года еще до конца Следующей думы Человек подписывает на 35 Решайте вопрос Илья Вячеславович Это за Не ну слушайте Тогда вот Если так исходите Если так подходите к вопросу Тогда вообще никто Ничего не должен делать Тогда и президент Ничего не должен делать Потому что президент Исбирается у нас Тоже на ограниченный срок И законодательное собрание И уж тем более губернатор А мы про главу администрации Вот вы знаете На самом деле наш президент Я являюсь его сторонником Потому что он там А потому что он разумный человек Прежде всего И опытный руководитель Он четко говорит Ребята А я не обещаю вам До 2025 года Вот все планы Вот сегодня 19 год И вот я не раз слышал На госсоветах До 2024 Почему он говорит Потому что я буду подписывать документ Я отвечаю только 2024 года Писать 2025 года В сегодняшнем ситуации Это безответственность Потому что я Уже с 2024 по 2025 год После выборов Я не смогу контролировать Не факт что произойдет А Илья Вячеслав считает Он может на 35 лет Тем более человек С другого региона Я считаю это безответственность И недальновидность И некомпетенция Самое главное Я поняла Все вокруг шульги накрутится Давайте мы вернемся Все таки К более конкретным Приземленным вещам На комиссии На комиссии По ЖКХ и транспорту Как я понимаю Была озвучена информация О приобретении 15 новых троллейбусов Которые появятся В нашем городе И мне например Как человеку Который Очень сокрушался Здесь недавно Видя как в Перми Последний троллейбус Уходит в рейс Да и все Троллейбусов больше нет Мне эта новость Конечно же приятна Потому что Троллейбус Это такой отдельный Совершенно вид Городского транспорта Который Вот если он новый Он действительно приятный В Москве заходишь В троллейбус Садишься Едешь на новом троллейбусе Очень хорошо Вот у нас не везде так 15 новых троллейбусов Не может не радовать Закупки Нового транспорта Для Нашего автотранспортного Предприятия Я так понимаю Должны были состояться Еще в прошлом году Когда прописывали Условия Для Покупки автобусов Новых Конечно Да И тогда Конкурс не состоялся А почему Потому что Также депутаты Поймали главу администрации Опять глава администрации Ну какая Вот вам его прорехи На том Что он неправильно Организован Конкурс Он за него отвечает Его подчиненные И мы через Уфас Остановили эту закупку В моем понимании Незаконную И Уфас это признал Да Да Вы закупку Подождите Вот смотрите Вы закупку остановили Вроде вы сделали правильно А горожане там Ездят на старых автобусах Пока не решится вопрос Аня Вот смотрите Почему Нас считают За дураков Вот давайте Я вам объясню Нас это кого Нас жители Депутатов Депутат Это его выбрали Жители Граждане Нас считает за дураков Нынешний глава администрации А я почему говорю Он говорит Да 15 автобусов Почему мы Не видим Что это было принято При условии Совет Что стоимость Не из-за того Что мы это Собираемся сделать И поднять нужно А сегодня экономика АТП такова И возможности бюджета Они нулевые И областного И городского Что мы Должны при этом Поднять Это не условия Поднять стоимость Проезда До 28 рублей С 22 До 28 Подождите Вот Илья Вячеславович Недавно дал интервью Федерал пресс И там действительно Задавали вопрос О том Что покупки нового транспорта Для города Да Новых автобусов Новых троллейбусов Чреваты повышением Стоимости проезда До 28 рублей Он говорит Что 28 Это Нет Это нереально То есть максимум 25-26 Погодите Совет Рекомендацию Такую выдал Экономически Теперь следующий вопрос Шульгин говорит о том Что будут смотреть На существующее положение Дел В том числе Экономическое состояние Опять же Давайте слушаем Президента и председателя У нас Мы не слушаем их Внимательно На всякую ерунду На всякие реплики Обращаем внимание Начинаем раскручивать А они четко сказали Во-первых Илья Вячеславович На этой рабочей группе Лично мне Когда мы дискутировали Ответил Ну да Ну 25 26 рублей Скажет Мы с 17-го года Не поднимали тариф На что я ему ответил А вы Слушайте Президента И основные документы Правительства Российской Федерации В которой сказано А у вас Илья Вячеславович По городу С 17-го года Зарплата поднялась Я вам хочу сказать Да ничего Она не поднялась Она даже с 15-го года Не поднялась Давайте смотреть Там может быть Статистические Какие-то огрешности Но в итоге Я думаю Меня жители Вот граждане Я понимаю Поэтому Экономическое состояние Там названы Тарифы Тарифы Только с увязкой Общей социально-экономической положения И мне знаете Интересно Начальник Вячеславович За увеличение зарплаты А он отвечает По уставу И по закону Детским Воспиталям детских садов Учителям Остальным бюджетным работникам Отвечают Почему-то он им Зарплату не поднимает А вот нагрузку Да ладно У нас нежели Не росла зарплата бюджетников А вот Вы посмотрите статистику С 17-го года Всего-то 2 года Поэтому прежде чем Поднимать тариф Мы о зарплате говорим Или все-таки о доходах Вот это разные вещи Ну во-первых Я У меня просто о доходах нет Средней по городу информации У меня есть информация По бюджету По бюджетникам У которых Давайте формально посмотрим Зарплата не росла Давайте посмотрим Только после небольшого перерыва Владимир Ведемьевич Полминуты мы вернемся Особое мнение На 101FM Владимир Журавлев В нашей студии Депутат Кировской Гурдумы Говорит мне о том Что формально Зарплата бюджетников росла А по факту наоборот падала Я объясню Вы вспомните Что в 2017 году У нас подняли Минимальную зарплату Да Было такое И у нас Очень многим То есть Это как бы нижняя планка Поднялась Да Но это Перезаставило нас Перераспределить Там доплаты Различные Учителей школы За проверку тетрадей За классное руководство В общем люди живут бедно Вы про это Люди живут бедно Доходы не растут А стоимость Цены проезда Стоимость проезда Поднимать нецелесообразно Президент говорит И рекомендации правительства Я понимаю Экономическое развитие Тариф Это социально-экономический проезд Мало того Знаете Он напрямую связан С поездкой на работу С провозкой детей В детский сад Школу Понимаете Это очень важный тариф А когда Илья Вячеславович Пытается там Да что тут 3 рубля Слушайте Это говорит о его Некомпетентности И игнорировании Основных документов Во-первых Не Илья Шульгин Будет принимать Решение о том Насколько вырастет тариф Слушайте Если бы я так условно Был главой администрации Так я бы прежде всего Подумал Мало того Запросил бы Экспертное заключение А что у нас ребята Как мы можем Поднять тарифы И какие рекомендации Дает правительство Российской Федерации Я уверен что запрашивали Хотите скажу А я уверен Нет Я Илье Вячеславович Предъявляю самую главную Его часто очень экономическую Несведомленность В том Что основные Основные как бы Рекомендательные вещи Это правительство Российской Федерации Министерства экономического развития Рекомендуют А они игнорируют Понятно Владимир Вячеславович Вот давайте мы все таки От персоналия Ильи Шульгина Отвлечемся У нас сегодня Так обострено Я понимаю Что мы говорим про городские 90% проблем Оно сходится на него На том Что он Или в большинстве Не решает Не решает И не слушает того Когда ему говорят Что-то правильного А второй момент Просто ну вот Подождите Ну в таком случае Вот смотрите Вот у нас существующее Положение дел Вы говорите Что закупка новых Троллейбусов Так у нас сейчас Ну давайте на троллейбусах Сосредоточимся Да Закупка нового транспорта Для городского предприятия Чревата повышением Стоимости проезда Это мы говорим Про 15 троллейбусов Да А менять то надо не 15 Если у предприятия 107 троллейбусов И их износ 99% То менять то надо Больше намного Аня А теперь давайте еще Вернемся к самому главному Мы не слушаем Далеко же И Василия Игоря Владимировича Они уже предложили вариант Так В моем понимании И это поддержали депутаты Городской думы Они четко указали стратегию Основополагающую И я хочу сказать Что сегодня покупать 15 троллейбусов Но у некоторых депутатов Есть возможность Что кто-то хочет Навариться На проведение конкурса Потому что знаете Там что предшествует То есть вы считаете Что это покупка Преждевременная Слушайте Оттуда убрали Подождите Преждевременная покупка Надо дождаться Пока будет создана Объединенное предприятие Мало того Во-вторых Назло и противоречащее Развитию этой концепции Конечно Я вам расскажу Что такое сегодня Городское Кировское АТП Во-первых У него больше 100 миллионов Кредитов Закредитованность Раз Во-вторых Мы получили В результате Проблемы с 15-го года Во главе которой стоял Там помните Наш депутат Микулин Который сейчас Находится под домашним арестом Он был Директором Ленинской управляющей Компании А второй Который был Директор Автотранспортного Припятия Господин Дубровин Они заключили Соглашение По которому Сегодня АТП Отвечает За Ленинскую Управляющую Компанию По долгам А теперь В суде Устояло решение Уже На областном уровне Насколько я знаю И Кредиторы Ленинской Управляющей Компании Свыше 200 миллионов Субсидиарку Теперь выставили АТП 100 миллионов 300 миллионов 300 миллионов Слушайте У АТП Нет своего предприятия Это глупо И это я не знаю На что похоже Как другое слово Говорить Говорить сегодня О покупке И они собираются Это взять в лизинг Подождите Ну совсем-то Совсем-то ведь Не покупать нельзя Ни один банк Ни одна лизинговая компания Погодите А у губернатора Все прописано Как это будет Осуществляться Это будет Под областные гарантии Наши представители Правительства Совершенно мудрые На Петербургском Экономическом форуме Заключило прекрасное Соглашение С нефазом По-моему Это как раз Группа Камаза Которая выпускает Автобусы Я знаю Что и троллейбусы И вот Поэтому Во-первых Самое главное Прежде чем Покупать сегодня Еще и автобусы И троллейбусы Мы должны получить Транспортно-пассажирскую схему Которой нет Которой нет Благодаря Вам рязанцы-то Дали что-нибудь Пусть они Шульгину дадут А мы дадим оценку Деятельности Руководства Господа Шульгина Гордуме-то они не представляли Нет Никакие свои наработки Они нет Зато господин Шульгин Их год с лишним Протежировал Говорит что они опытные А мы сомневались Сейчас уже мы все поняли Что они неопытные И что-то они там Наошибались Но у нас теперь выхода-то нет Я так понимаю Что документы с ними Подписаны такими Таким образом Что расторгать С ними соглашение нельзя Менее выгодно Чем пусть они работают дальше Нам сегодня уже Начинают говорить Что А без этой схемы Вот знаете А без этой схемы Мы как без рук Это как план Как план наступления Мы просто погубим войска АТП загоним еще в большее Финансовые долги Это понимаете Называется имитация работы Мало того Но схема-то будет Она будет Уж очень похоже на вредительство Понимаете В каком уж качестве она будет Не знаю Но она будет Деваться-то некуда Документы подписаны В схеме должно указано Сколько нам должно быть автобусов нужно Сколько нам На каких маршрутах троллейбус нужно Почему перемите отказать троллейбусов Потому что это провода Это определенные ограничения Да Это экологический транспорт Но в то же время Есть и проблемы Большие достаточно А у нас не везде эти линии Это есть Понимаете Вот как развивать город На это нам должна была ответить Транспортно-пассажирская схема Которую успешно Ее должны были сдать 18 ноября прошлого года Слушайте Десять месяцев А Шульгин говорит Мы над ней работаем Погодите Вот терпение Я вам говорю Терпение у депутатов У большинства И у граждан города Оно закончилось Поэтому я сегодня Даже не вижу смысла Обсуждать некоторое развитие Если Ошибка на ошибке Ошибка на ошибке Мало того Еще один Вот конкурс Питерская фирма Выиграла На две строительства Двух дорог Мы знаем Урвацово Да Урвацово Чистые пруды К 31 августа У нас дадут Эстакаду МОЗ Чистые пруды А вот непонятная фирма Пришла Мало того Уже Сегодня такой резонанс Что Эта фирма Почему-то Закупает Песок Щебень Асфальт Технику берет в аренду Людей набирает Не на основную Которую выиграла конкурс А на фирму Прокладку Которая в семнадцатом году Создана Десять тысяч Уставной капитал Левая Непонятная Какая Мне кажется В России Весь бизнес так устроен Извините Аня Ну я с вами соглашусь Нам нужно менять ситуацию Это только не с городским конкурсом Мало того Мы можем Знаете Самое главное История следующая Владимир Вениаминович Эти дороги должны построить Ну в чистые пруды Как минимум Да Там вот все должно А в этом году не сделают Представьте не сделают Мне Сичихин говорил Что сделают на прошлой неделе Говорил Говорил что все силы Да брошены туда Именно поэтому Там какие-то участки Работ сейчас провисают Потому что все силы Брошены туда Потому что там Надо сделать все Чтобы к моменту Старта и запуска Путепровода Это все как-то В комплексе работало Это не так А у меня есть информация И от экспертов Притом областного уровня Дорожников Они говорят Дают прогноз Что на девяносто процентов Девяносто процентов Скорее всего Мы не уложимся В строительстве дорог А это на господину Шульгину Он ведь конкурс объявлял Он ведь за все отвечает Опять у нас Шульгин Для меня например вопрос Почему не Вятавтодор Кировская Тогда бы я уверен Что закончили все Почему не Гордор Морстрой Да потому что у них Здесь участков много Сейчас ведь имуты Слушайте Аня Ну что за детский сад Почему детский сад Никакого детского сада Я вам хочу сказать И Гордор Морстрой И Вятавтодор Они готовы Готовы У них есть ресурсы Я с ними проговаривал И есть такая частная фирма Джамал Динова 43 Она тоже готова делать Да у них есть заявки Заказы Но по крайней мере Я уверен был бы Что это все было закончено А вот если это было не закончено Ну вот Это очередной гвоздь В политическую А вы смотрели Ездили туда на объект Ну вот в чистые пруды Конечно ездили Депутатами ездили И что там происходит сейчас Ну я не могу сказать Я даже не специалист Не ну там работают и идут То есть люди-то работают Или стоит техника И нет никого У нас в прошлый Позапрошлый понедельник Выезжал губернатор туда Но когда губернатор выезжает Там точно все работает Так вот Все эксперты Которые с ним были Дорожники Сказали что Во-первых не хватает Как минимум в три раза Нужно увеличивать Количество техники Раз И даже говорят Если это сейчас появится Сроки Время К сожалению Такую серьезную работу Скорее всего Они там До 30 сентября Ну там Пусть в октябре нам Может быть погода хорошая будет Они не успеют закончить И мы останемся без дороги Мало того В зиму уйдем без дороги А вы знаете Это же 500 миллионов Это как раз по программе Федеральной По жилью Строительство дорог Мы можем деньги потерять Поэтому А кто за это отвечает Вот за эти За Рязанскую схему Мало того что Опять Илья Шульгин Конечно Опять Илья Шульгин Конечно А кто Владимир Журавлев Нашей студии Депутат Кировской городской думы Мы сделаем перерыв на рекламу И вернемся Особое мнение На 101FM Сегодня это особое мнение Может закончиться тем Что жители Эти троллейбусы На улицах не увидят Ну вот смотрите Мы получили судебное решение По субсидиарной ответственности На 217-217 миллионов Вот смотрите Мы сейчас покупаем троллейбусы И пришли кредиторы И наложили арест А они могут наложить арест на троллейбусы Которые в лизинге Если будут в лизинге Конечно нет Но по крайней мере Вот видите продумали же все Стоп Они начнут банкротить предприятие Предприятие остановилось Нам эти троллейбусы Как лысому припарка Знаете да Вот такая поговорка Их передадут куда-нибудь У нас же отработана схема Создание Создание дочерних компаний Что такое лизинг А как они передадут Работу автранспортное предприятие остановят То есть потоки финансовые Они по закону Судебные приставы наложат Все это На основе предприятия Эти будут троллейбусы Стоять и ржаветь Сколько будет Я знаю что Это от полугода до года Ведутся все эти дела И разбирательства Ну Подождите А если все таки Объединенные транспортные предприятия Будет созданы Так зачем Шульгин Почему не слушают губернатора И как это терпит губернатор Ему сказали Он что ему не слышат выступления Подождите Там может уже все Расписано И распланировано Насколько я Возможно Транспортные предприятия Покупают эти троллейбусы А потом создается Объединенные транспортные предприятия Троллейбусы Переходят по наследству Этот план Он не согласован С той программой Я это знаю Вот Поэтому нужны Координированные действия И нужно Извините меня Ильич Славович Слушайте иногда Что говорит Ваше непосредственно начальное Хочу Начальство Хочу напомнить Что Васильев Игорь Владимирович Представлял нам фигуру И несет ответственность за него Поэтому Когда уж он что-то говорит Вы уж хотя бы Вы нас депутатов не слушайте Ну слушайте Игоря Владимировича В его словах Александр Анатольевич Урин В их словах Есть разумная вещь Есть планы Опять вы призываете Руководителей города Нести ответственность Не перед горожанами А перед начальством А это плохо Погодите Вы знаете Сегодня к сожалению Ситуация так выстроена Что депутаты И граждане Во первых Очень важный факт Ну чтобы глава администрации Выбирал народ Вот это будет правильно Пока Мы такой возможности не имеем Да У нас есть партия власти И не будем иметь Судя по всему Да нет Я верю в то что Аня Мир меняется Я это тоже вижу Перемены есть Медленные Но они есть Хорошо Вот сейчас про особое Про общественное мнение И поговорим Росрау инициировал Проведение в Кировской области Социологического опроса Задача узнать мнение жителей По поводу появления В Мородыковском предприятии По переработке отходов Мы говорили собственно говоря На эту тему С Натальей Шитько И Тамарой Ашихминой Буквально вот В дневном развороте И комбарка Была наша делегация Там и в нашей области В четверг и в пятницу Будут мероприятия Как раз связанные С презентацией Росрау Ну вот собственно говоря Социологический опрос Вот этот самый По поводу размещения В Мородыковском предприятии По переработке отходов Предполагает Что опросят 600 человек Половина из них В Кирове Половина из них В Котельниче Оречах Поселки Мирные Мородыковские Ну и селах Собственно говоря 600 человек Для того чтобы Решить Появится предприятие Не появится Каким оно будет Как будет работать На ваш взгляд Это много или мало Ну я не знаю На Во-первых Хорошо что это Хотя бы появилось Так-то раньше Никого не спрашивали А меня Вот я к сожалению Слышал передачу Для меня Экспертом является В этом вопросе Тамара Шахмановна Что она сказала Своё мнение Она сказала Что есть множество вопросов Она их озвучивала В Москве На заседании Рабочей группы Общественного совета При Росрау Вот И ответов на эти вопросы Пока нет А вопрос это Совершенно такие Вот как бы Проработанные Начиная от сознания Социальной инфраструктуры Заканчивая тем Что вообще-то Надо продумывать Какие отходы Куда везти То есть если будет Несколько Несколько объектов Да Если будет несколько объектов По всей стране По переработке Вот этих вот конкретных отходов То надо понимать Каким образом Мы можем остатки От переработки этих отходов Здесь использовать И какие тогда Должны быть отходы Условно там Везём одно туда Потому что там Как вот у нас В Кировской области Есть фосфор Да И мы можем На основании Тех отходов Фосфора Создавать что-то ещё То есть чтобы это Не закапывалось В землю А существовало Как-то в другом уже виде Более полезно Ну видите Разумная вещь Тамара 600 человек Владимир Вениаминович Это ведь очень мало Но если это будет Там самого Мородыкова Потому что люди Изнутри знают Нет это будет 300 человек В Кирове И 300 человек Вот Котельнич Орич И посёлок Мирный Но вы знаете Ведь тут Можно и 6 тысяч 60 опросить Весь вопрос Сегодня В исполнительной власти Федерального уровня Они обладают Этим объектом Они обладают Этой землёй И давайте скажем Ну сегодня Наверное Мнение людей Если захотят Услышать в Москве Они его услышат Здесь к сожалению Не может повлиять Ни Игорь Владимирович Васильев Ни остальные Все не депутаты И так далее Тем более Я как-то так Не специалист в этом И я очень осторожно К этому отношусь Вот Ну вот К высказыванию Тем более городской депутат Это не городской округ Это область И я знаю Что там они В ОЗС обсуждали И на комиссиях И так далее На пленарках Поэтому надо Наверное Вопрос Задавать им Я к сожалению Ничего поясни Как человек Конечно мне не хочется Что-то вредного Раз Но Нет, нет, подождите Вот все-таки 600 человек Вот вам кажется Это достаточно Или Должен быть Более расширенный Какой-то вопрос Тоже не смогу ответить Тут нужно Знать Какой срез Какие вопросы И так далее И определять Вот эту И самое главное Целевая группа Целевая группа Может показать И 100 человек Вы знаете Мы можем 600 человек Выбрать То есть люди Которые изначально Заранее Да Заранее Которые будут За И все 600 Проголосу Я так понимаю Что жители Города Кирова И собственно Районов Прилегающих К мирному В которых он Находится В том числе Это Моричевский район Не будут Отбирать По какому-то Признаку Условно Там они Погружены В тему экологии Или не погружены То есть Это будет Случайный выбор Ну если честно Я бы конечно Тоже приветствую Так же как Выборы Сити менеджера Прямым голосованием Я бы за проведение Референдума Раз И самое главное Правильно Что мы высказываем Сомнения Оказываем сопротивление В хорошем смысле Власти То есть Мы имеем возможность Что-то получить Тогда власть Более ответственно Подходит К организации В том числе И этого производства Ну и какие-то Компенсационные Меры Они тоже Это необходимы Тамара Шихмина Еще про общественный контроль Говорила В том числе Общественный контроль И государственный контроль И того что ввозится И в каких объемах Это ввозится И дальнейшая Судьба того что остается Это правильно Так же как в Европе Наверное Европа в этом плане 600 человек Если это Спецы То это да И хорошо А если это Просто случайная выборка То лучше бы было их больше Ну да То есть мы можем Пальцем в небо В некоторой степени И самое главное Может быть Мы знаем Что могут и подтасовываться Это тоже вот есть Поэтому наверное Правильно был бы референдум Но скорее всего Знаете я даже Почему не хотят референдум Потому что Ну я уверен На 90% Какой будет ответ Да Референдум скажет нет Это большинство жителей Если брать Не там Должность А решение референдума Обязательно Для исполнения Да По нашему закону Но там есть определенные Вот я сейчас закон о референдумах Не помню Российской Федерации Но там есть определенные ограничения Запрет по налогам Там нельзя референдум проводить Там по каким-то Ну по-моему Экология и безопасность там есть Но Тут вопрос вам такой Который требует Очень глубокой проработки И погружения в эту тему Видели ли вы На прошлой неделе Что сделали ваши коллеги По законодательному собранию Да Димарш Димарш Так называемые оппозиции Что по этому поводу думаете Я иногда хожу На пленарке Любима ваша тема С детскими садами Ну конечно Я напомню просто слушателям Да Я в курсе На прошлой неделе Заседание законсобрания Покинули представители Всех оппозиционных фракций Да В знак протеста Против того Что отказались рассматривать Предложение ЛДПР О дополнительных компенсациях Родителям тех детей Которые не посещают детский сад Вы знаете Вот если отбросить Все личностные Ну понятно Что я там Глава фракции Городской думы Спределива России Я поддерживаю наших Там ЛДПР поддерживаю Но ваши там тоже были Оппозиции Да 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 Они все поддержали Вы знаете Для меня Вот я вижу Здесь Ну я бы может быть И стал политизировать Ну потому что Они уже отполитизировали Я их тоже поддерживаю Но Это вот как раз Знаете Я как будто бы вернулся В городскую думу Пятого созыва Под управлением Владимира Васильевича Быкова Многие вопросы В моем понимании Вот опять же Из-за некомпетентности Военный человек Он не знает Регламентов у многих То есть он был Подождите Он комментировал Он как к уставу относится Мне кажется Он прокомментировал Вполне себе логично Вот этот поступок Он сказал Что Не было разработано Да Нет конкретики Ребят Давайте Предлагайте Какой-то там Не знаю Проект закон Там еще что-то Тогда пожалуйста Мы будем рассматривать Во-первых Владимир Васильевич Быков Он опять Не слышит Нашего президента Который сказал Сегодня вопрос Номер один Детские сады школы Второй же Слышит он их Слушайте Слышит В одно ухо влетело В другое вылетело Это неправильный подход Ему показали Ведь никто не говорил Они сказали Давайте мы заострим И начнем обсуждать Ведь оппозиция Понимает У них там Штыков-то Они при любом Нараслаждении И без единой России Не решили Это было последнее заседание Законодательного собрания Перед каникулами Люди просто Домой торопились Слушайте Ну тогда таких депутатов Нужно гнать А нашим Смотреть Избирателям За кого голосуете Весь вопрос Давайте мы застрелим Вопрос Давайте пообсуждаем Притом Ребята Вы что хотите Что ведь Единая Россия Она тоже Важный элемент Вот этого процесса И не было бы шума Скандала Если бы Владимир Васильевич Повелся я просто Умно Умно И гибко И сказал бы Ладно давайте Мы бы вынесли Да Прослушали бы Допустим Они потратили бы 30 минут 40 час Но оппозиция бы Не покинула Это заседание А они бы сказали Создали бы рабочую группу По разработке Разрабатывали бы Месяц-два И если это не готово С точки зрения финансов Я могу предположить То есть там разумность есть Конечно Тогда мы не просто Депутатов уважаемых Побрили просто так Взяли их и сказали Да мы вас Слышать не хотим Мы вас Они лишили просто Права высказаться А можно было В этом проголосовать Против Никто не мешал Ребята Но давайте мы обсуждать Давайте заниматься Реальными делами Поэтому Тут как раз Вот моя претензия По пятому созыву Владимиру Васильевичу Букову Она аналогична Он действует Вот как Как генерал Генерал танковых войск Как генерал А тут нужен человек Тонкий гибкий А тут нужен дипломат Дипломат нужен Знающий юриспруденцию Вот понимаете Который идет на компромисс Понимаете А у Владимира Васильевича Дисциплина Здесь устав Но не военный устав А устав области Он Депутаты Это избранные люди Они априори По определению Люди уважаемые И не глупые Ну вот нужно было Вот это ошибка Господина Быкова Сто процентная Две минуты у нас остается Давайте мы о хорошем Да давайте мы о хорошем Владимир Вениаминович Под занавес Давайте Да ну вот фестиваль Гренландия Собственно говоря Завершился в минувшие выходные Самым ярким промо Промо акции Этого фестиваля Уже назвали вот эту историю Вокруг депутата Павла Валенчука Вашего коллеги По гордуме Ну слушатели наши знают Не первый раз мы это дело обсуждаем Да эту историю Человек обиделся на Едкое замечание В паблике Борщ Собственно попытался Привлечь к ответственности Администраторов Этого паблика Ну вот После того Как ему сказали Да что все как бы Вот Отозвал заявление Вот слушайте Вот эта вот история Это все таки Про пиар история Или это история Действительно про то Что человек обиделся Ну давайте послушаем Я вот например Минута Минута хорошо Ну во первых Я тоже когда Павел Избрался Ну так настороженно Отнесся к нему 22 года И так далее Молодой еще Да Молодой и так далее Но вы знаете Вот мы сейчас с ним По хорошему Ну то есть так На коллегиальном уровне Мы коллеги Он в единый России Я спреливался Мы дружим Во первых Очень приятно Меня удивило Что он умный Чувствительный человек Молодой Да Красиво одевается Понимаете Его просто подделили Это как Ну красиво одеваться Не запрещено Ну конечно То есть Быть можно дельным человеком И думать о красе Я считаю Павел Олегович Вынес из этого Очень хороший урок Если ты стал депутатом Ты про себя можешь слушать Даже то Что и соответствует Не соответствует Это право Терпеть Нужно терпеть Ну вот я ему Привел пример Вот недавно Знаете Меня тоже как бы Вот там Ярослав Михайлов Пытался там якобы Вот такой вот В теме Юрис наш Да Мало того Я из этого вижу Что это даже польза Если там Ты Это опыт Интересишься пиаром Да Это просто пиар И ему надо к этому Научиться не замечать Понимаете Все что нас не убивает В жизни Оно делает сильнее Поэтому если Павел Олегович Там меня слышит Я потому что Тоже переживаю Я знаю Не только он переживает Есть депутаты Более старшего поколения Но не опытный Первый созыв Они тоже многие вещи Там про себя Начинают в интернете читать Там в газетах Там неправильно Их трактуют Журналисты Их якобы высказывания Да еще фамилию неправильно Еще фамилию неправильно Да И поэтому Ну вот это хороший урок А вы знаете То что делает Павел Олегович Вы знаете Я принципиальный депутат Я просто никого так не хвалю Не делает наверное Но вот Половина депутатов Он к этому относится Он активно с жителями работает Да? Он активно Вот то как он работает С жителями Это ну просто Можно поучиться Более старшим поколением Ладно Пусть он красиво одевается Ну вот На него жителям Приятно посмотреть Его же Вот его по одномандатному округу Выбрали Выбрали люди В отличие от многих Сегодня в городской думе По партийным спискам Которые вообще никогда В приличное общество Не взяли А его выбрали люди Значит они имеют права А реагировать правильно научатся Владимир Журавлев В нашей студии Депутат Кировской городской думы Особое мнение на этом завершается Я Анна Лапшина С вами прощаюсь И гость тоже говорит До свидания До свидания До новых встреч Особое мнение На 101FM